И скрипки плач, и пение кларнета. Все это и многое другое, как модно сейчас говорить, смогли услышать казанцы, пришедшие 22 января на концерт Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» в Большой концертный зал имени Сайдашева. В программе вечера значились Вивальди, Моцарт и Брамс. Произведения таких величайших композиторов, как Бах, Вивальди, они ведь забылись, да, лежали там более ста лет в архивах, и только в середине XIX века их обнаружили, и как было новое рождение этой музыки. Концерт продолжился квинтетом Моцарта и солирующим кларнетом. Московский музыкант Валентин Азаренков, лауреат многочисленных международных конкурсов, перед казанской публикой выступал впервые. В репертуаре молодого, но уже известного кларнетиста произведения как признанных классических мастеров, так и сочинения композиторов XX и XXI века. Россия, которая, в общем-то, не богата на блестящих духовых инструменталистов, а Азаренков, конечно, дорогого стоит. Наши музыканты-духовики казанские, очень многие, к кому мы обращались, говорили, что у нас, несмотря на его достаточно молодой возраст, его хорошо знают. Для меня большое удовольствие играть с оркестром и с Рустамом Юнусовичем. Чувствуется большая отдача и гибкость, и музыкальность ребят. То есть это настоящий европейский уровень, это, правда, большое удовольствие. И очень рад, что у нас получилось такое сотрудничество. Азаренков закончил факультет исторического и современного исполнительского мастерства Московской консерватории, а сейчас преподает в своей Альма-Матер. Многогранный талант кларнетиста проявляется во всем. Процесс, он довольно увлекательный. И этот процесс всегда связан с поиском. С поиском звука, с поиском красок, с поиском интерпретаций, если играть ту или иную музыку, на той или ином инструменте. На самом деле, мне всегда было не так важно, на чем играть. Я школу закончил как пианист. Сейчас я вокал учусь. Меня всегда интересовало дирижирование тоже немного. Меня всегда интересовал, в общем, процесс музыки, а не в какой-то конкретный инструмент.